Вновь российские крылатые ракеты «Калибр», пущенные с наших кораблей в Средиземном море, поразили живую силу, технику и базу террористов у крупнейшего города на востоке Сирии «Дейр-Эс-Зор». Получено распоряжение на нанесение ударов крылатыми ракетами морского базирования по объектам ИГИЛ на территории Сирийской Арабской Республики. Мы видим уникальные кадры работы дежурной смены Национального центра управления обороны. Дело было в четверг. Состоялся удар крылатой ракеты по объекту номер 5. Цель поражена. Ракетный зал позволил Сирийской Армии продолжить наступление и развить инициативу. Напомним, в районе «Дейр-Эс-Зора» одержана крупнейшая победа за все три года войны с террористами. Сейчас именно здесь решается судьба Сирии. Ну а во вторник «Дамаск» принимал министра обороны России Сергей Шойгу. На переговорах с президентом Асадом обсуждали дальнейшие совместные действия. С передовой у «Дейр-Эс-Зора» наш военкор Евгений Поддубный. Сирийские военные начинают наступление на позиции террористов ИГИЛ в восточном пригороде «Дейр-Эс-Зора». Под прикрытием танков пехота проходит открытый участок. Боевики открывают огонь из пулемётов и зенитных установок. К вечерам огневые точки террористов хорошо видны. Экипажи Т-72 бьют по боевикам, дают возможность пехоте без потерь дойти до зданий и закрепиться. Парни, мы обязательно должны дойти до бруствера и закрепиться. Если сейчас этого не сделать, считайте, что всё, что вы делали сутки, на смарку. Вперёд! Вперёд! Бойцы правительственных сил смогли выбить боевиков с высот горного хребта Карум. Это действительно серьёзный успех. Радикалы за несколько лет, что контролировали территорию, смогли возвести практически неприступные укрепления. Но огневые точки были уничтожены авиацией, террористы были вынуждены бежать к реке. Бросили даже боеприпасы. Вот такие укрепления оборудовали боевики на горном хребте. С беспилотников блиндажи практически не видно. После того, как бойцам сирийской армии удалось выбить боевиков отсюда, штурмовые группы смогли продвигаться далее, ближе к Ефрату. Вот смотрите, через 50 метров деревья. Вот это уже позиции террористов ИГИЛ. Главари так называемого исламского государства здесь не жалеют своих людей. И это объяснимо. Здесь проходит их единственный путь снабжения, и боевики боятся его потерять. Как всегда, радикалы здесь активно применяют автомобили, начиненные взрывчаткой. Вот такие автомобили террористы так называемого исламского государства используют для того, чтобы замедлить наступление правительственных сил. Обычный пикап обшит стальными листами за рулем террорист-смертник. В кузове взрывчатка. Много взрывчатки. Этот пикап бойцам правительственных сил удалось остановить. В результате, в ходе ожесточенных боев, отряды радикалов были уничтожены, либо отброшены. По характеру боевых действий понятно, что террористы начали испытывать проблемы с боеприпасами. Радикалы теперь значительно реже используют противотанковые управляемые ракеты. С большой осторожностью бросают в бой бронетехнику, берегут танки. Но по-прежнему активно применяют минометы. Боевики оказывают ожесточенное сопротивление. Бьются из минометов, стреляют из танка по позиции, где находится сейчас наша съемочная группа. Вот только что мина взорвалась в 20 метрах от дома, где мы находимся. К концу недели штурмовым отрядам правительственных сил удалось выйти к Ефрату. Восточнее авиабазы Де-Ризора. И перерезать основную дорогу снабжения, которую террористы использовали для того, чтобы доставлять боеприпасы и подкрепления отрядам, что ведут боевые действия непосредственно в городе. Формирование ИГИЛ уже начали отступать в город Маедин, что ближе к ирактской границе. Уже понятно, боевики не смогут долго обороняться в окрестностях Де-Ризора. Здесь сейчас действуют наиболее боеспособные части сирийских вооруженных сил. Западнее подразделение генерала Сухела, 5-й штурмовой корпус восточнее, бойцы республиканской гвардии. Террористы рано или поздно будут вынуждены отступить к границе с Ираком. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести недели из Де-Ризора. Сирия. Продолжение следует...